Ром, ты ведь знаешь пословицу «хлеб всему глава». Саш, ну конечно знаю. А вот многие перестали так считать и пытаются ограничить себя в потреблении хлеба или отказаться от него вообще. Ну я знаю, что многие девушки не едят булочки, дабы не навредить своей фигуре. Саш, ну по-моему тебе это не грозит. Спасибо тебе большое, но все равно на булочки и на мучное я как-то стараюсь не налегать. А вот правильно ли я делаю, знаем у нашей сегодняшней гости диетолога, эндокринолога Елены Пшеник. Елена, доброе утро. Доброе утро. Елена, скажите, пожалуйста, ну так ли вредны булочки, как вот их малюют? Или все-таки не вредны? Булочки, к сожалению, вредны, потому что когда булочка или изделия из лаков попадают в желудок, у нас нет ферментов их переварить. И они таким комом... То есть они камнем падают. Да, они камнем падают и долго лежат, потому что вот это то, что мы называем клейковина или глютен, белок глютен, он очень тяжело переваривается. А у некоторого количества населения его нет вообще. Это примерно 1% населения, у которых полностью отсутствует фермент для переваривания глютена. Эти люди страдают так называемым заболеванием целиакии. Но неужели весь хлеб вреден? К сожалению, это практически так. То есть нет ни одного полезного? Вы знаете, наиболее полезен хлеб тот, который не содержит глютена. Тот, который... хлеб, который из гречихи, например, изо льна, кукурузный хлеб... Гречневый, по-моему, да? Да, гречневый хлеб, да, гречневый хлеб, те не содержат глютена. Елена, давайте все-таки возьмем какой-то полезный хлеб, потому что по утрам люди едят бутерброды. Давайте сделаем сегодня по-полезному полезный вариант. Давайте первый сделаем для нас, для мужчин. Да, конечно. Самое главное накормить мужчину, мужчина накормленный мужчина. Задобрит, задобрит. Да, он добрый мужчина. Я вас люблю бородинский хлеб. Он подойдет на завтрак? Да, правильно, да. На завтрак подойдет бородинский хлеб, потому что ржаная мука все-таки ниже по калорийности и будет более полезна. Я думаю, что ее нужно полить оливковым маслом. В оливковом масле... Это увеличит калорийность? Калорийность увеличит, но не забывайте о том, что холестерин нам необходим для базы нашего иммунитета. То есть еще ложечку добавить? Еще ложечку. Маслом полили. Дальше что? Вы вот сейчас добавили очень нужные полиненасыщенные жирные кислоты. Так, следующий. Которые они повысят IQ, они повысят память и дадут способность... Я, пожалуй, хлебную масло так пойму. Не надо, не надо. Теперь, я думаю, нужно добавить зелень. Листовая зелень вся содержит большое количество витамина В12 и фолиевой кислоты. Фолиевая кислота участвует в производстве тестостерона. Кладите больше. То, что нам нужно, да. Но мужчина не может без мяса, мне кажется. Естественно. Нам с утра нужен белок. Я думаю, нужен такой хороший, грубый мужской белок. Я думаю, что это будет телятина. Кусочек телятины. Кусочек телятины. Мясо положили. Что еще? Ну, я думаю, нужна клетчатка. Это или помидор, или огурец. Люблю помидор. Давайте помидор. Я думаю, что будет красиво и полезно. Так, ну я думаю, что Ромин вариант практически готов. А давайте такой женский составим. Ну, для вас он должен быть просто воздушный. Я думаю, что это... Воздушный, наверное, 8 злаков. Да, это 8 злаков. Вы поливаете маслом. Теперь вам нужно добавить, я думаю, тоже зелень. Зелень. Очень неплохо добавлять сельдерея. И я думаю, что красиво и север... Практически не калорийно в 100 граммах 11 калорий. Это будет огурец. У меня, то есть, такой диетический вариант. Совершенно диетический. Мясо мы будем добавлять тоже. Конечно, вам же тоже нужен гормон насыщения. И я предлагаю вам с утра мясо индейки. Индеечку возьмем. Почему? Да, она, по-моему, не такая калорийная. Да, она не такая калорийная. Спасибо тебе большое. Раз. В ней больше белка, два. И в ней содержится аминокислота, трептофан, из которого вырывает настроение. А это очень важно утром для того, чтобы вы дарили настроение всем нашим телезрителям. Это будет бутерброд для девочки, девушки, женщины. Вот это вот такой дамский бутерброд. Замечательно. Второй вариант у нас тоже готов. Да. Ну, и сейчас мы сделаем... Ну, теперь открывайте секрет, давайте свой. Мы сейчас делаем эндокринологический бутерброд. Да, да, да. Самый любимый, самый полезный. Самый лучший, самый полезный. Я возьму льняной хлеб. Это который? Который нет глютена. Есть специальный безглютеновый хлеб. Тот, который произведен из гречки, из семян льна. Он действительно более полезный, особенно из семян льна, потому что в нем содержится большее количество полиненасыщенных жирных кислот. Я утром люблю различное масло. Можно. Кроме оливкового, открываю секрет, что существует более полезное масло. Вы можете иногда взять масло виноградной косточки. Можно взять тыквенное масло, можно взять кунжутное, можно взять масло льняного семени. Оно немножко горьковато поначалу, но потом к нему привыкаешь. Шпинат очень полезен. Это моя любимая зелень. Почему? Потому что в нем, кроме B12 фолиевой кислоты, содержится менохинон, витамин К2. Очень редкий витамин. Что он делает? Из него, я скажу так, состоят лапки рецептора, которые на поверхности каждой клетки ловят кальций. Не дают ему соединяться с холестерином, образуют холестеринные бляшки. То есть, если мы употребляем достаточное количество шпината и других продуктов, содержащих витамин К2, мы тем самым... Ловушка такая для холестеринных бляшек. Да, да, да. Понятно. Побольше кладите ее. Да, естественно. Мы кладем побольше. Мы постараемся сделать красиво. Скажем, бляшкам нет. Мне нужно тоже украсить петрушкой и укропом. Держите. И у нас сегодня просто праздник диетолог. То есть у вас такая лайт-версия получилась без мяса. Ну что ж, наши бутерброды полезные готовы. Елена, спасибо вам большое за эти замечательные рецепты. Будем пробовать. Вам хорошего дня. А вам огромное спасибо за то, что вы с утра дарите такое прекрасное настроение всем телезрителям. Спасибо. Спасибо.